Девочки, дай мне, да, это моя притяна. Ваня, Вань. 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 Вань, вань. 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 Колки, готовы? Как там выставка у вас? Идет на православный? Идет на православном. А у вас нет? Нет, бы не решили. Если бы она была, то в Киомасе вкусы не ели. Вы находитесь в Нила Халагенская хостер. Почему она так называлась? Нила Халагенская хостер – это монастырь. Что такое хостер вообще? Это монастырь, который находится вдаля от всех жилищ. Это уединенное место, место для города. Это жительство по нашей стаще. Почему она называется Нила Халагенская хостер? Дело в том, что хостер, на котором мы находимся, носит название Столовная. Почему оно такое название? Когда-то, в начале 1-2 века, здесь находилась на этом месте, на этой разрушенности, огромная такая дубрава. И в этой дубраве, в этом месте как раз, в этом месте жили язычники, племена Мэри и Вейси. И они в этом месте приносили жертвы своему богу языческому, в том числе и человеческому жертву. И вот эта дубрава, со стороны, куда проезжаешь на лодке, она смотрелась как будто такой столб. Вот это самое возвышенное место и столб. Отсюда получило название, остров получил столовую. Естественно, там, где капище находится языческий, там огромное количество лесов. Часто бывают те места, которые Господь предизбирает для спасительных подвигов своих монашествующих людей, и строятся именно на гостях лучших капищ. Но для того, чтобы эти мастыри образовались, нужны подвижники, которые, придя сюда, так нужно для того, чтобы в основании любого храма ложатся мощи какого-то подвижника, так и для того, чтобы место все осветилось и были разогнаны вот эти вот скопища весов. Здесь должен был появиться особый подвижник, имеющий особый духовный опыт. Самый высокий опыт, скажем так, духовный в мире среди монашествующих носит название Исихазм. Он происходит от слова Исихия, что обозначает тишина, безмолвие. То есть это такой род духовной жизни, когда человек, стяжав дар умно-сердечной молитвы, входит в созерцание Бога. Через эту молитву ум человеческий, он как бы парализуется в Боге, и Господь этот ум начинает владеть по особым местам и показывает все, что необходимо. Этого достигают особые подвижники. Этот род деятельности очень был развит, получил особое развитие именно в 15 веке Византии. И одним из главных учителей этого движения был Григорий Палам. Чем еще известен 15 век? Мы помним, в 15 век, в 1480 год, Россия наконец-таки освободилась от монголо-татарского иго. И мы помним, как это произошло. В 1380 году, когда по благословению Сергия Адамевского русские воины разбили Мамая в 1380 году на Куликовом поле. И были разосмотрены, тоже немножко разгорбились. И в этом же смирение послачивали два года на шесть лет от Тануши, который захватил Москву и сжег Москву. Через 13 лет, когда на русскую землю явился гораздо более сильный, так называемый, покоритель нашей земли, скажем так, Тамерлан, который до этого захватил огромное количество земель. Это был славный такой полководец. Русские не стали испытывать судьбу. Они решили положиться на Бога. И вот, призвав Божью Матерь, принеся икону Божьей Матери Владимирскую из Владимира в Москву, три дня они молились, три дня простились. Вы знаете, что эта Владимирская икония Божьей Матери находится сейчас в храме в Третьяковской галерее. Рекомендую сходить к нему. Есть возможность. Обязательно посетите, посмотрите на эту икону. Чудотовая, уникальная икона. Русские люди не стали искушать, как я уже сказал, и молились возле этой иконы. И Божья Матерь услышала их молитвы. Это не храм Николая? Нет. Там кофе есть. Нет, Николая. В храме Николая. Не мочах. Да, по мочах, но это находится на Третьейковской галерее. Там все-таки в храме. Да, на Третьейковской галерее находится. Я имел в виду храм, да. Он просто находится, извините. И я к чему хотел сказать. Божья Матерь услышала молитву русских людей. И, естественно, явилась во сне Тамерлану с огромным количеством небесных воинов. Тамерлан в страхе проснулся, собрал всех своих там звездочетов, воинов посовещался, развернул все свои войска, направил свои стопа как раз в сторону Крыма. Там нашел Тахтаныша, обидчика русских. И разгромил его войско, уничтожил. И таким образом русская земля была спасена. Почитание Владимирской иконы как раз в 15 веке было... В 15-16 век как раз была высоко на России. И такая иконочка практически находилась во многих домах России. Я это рассказал для того, чтобы вам объяснить немножечко то время, в которое появился, родился и пришел в этот мир великий угодник Божий Нил. Родился он тут недалеко, в Жабинском Погосте, Татановгородской области. Это совсем недалеко отсюда. Если у вас была возможность, я не знаю как вам, можно было съездить, посмотреть. Но именно в каком месте, где он проживал, сведения вытеряны. Известно только, даже не известно имя преподобного Нила, которое было ему давно при рождении. Но хочется вспомнить в то время, в то время я не говорю, что русские люди поняли, что в семье должен был быть молитвенник народу. И обязательно, когда люди не делали абортов, не убивали, не планировали семьи, сколько Господь давал детей и столько с радостью принимали в этом мире. И одного из них обязательно посвящали Богу. Это был должен был молитвенникам не только за землю русскую, но и за семью свою. Все об этом знали, все понимали, что молитвенник вымаливает Род. И вот Нил с детства был посвящен Богу. С детства он посвящал Храм Божий, готовился к этой жизни. Тогда, конечно, было не так много информации о местах, об обедителях, где можно найти высокоподвижную человеческую жизнь. Но носительной информацией являлись в основном вот эти каллики-перехожие, люди, странники, которые приходили и рассказывали, где кто-то живет ничего духовного, где кто как подвижается, где угольники Божии. И преподобный Нил еще в детстве, можно сказать, в подростковом вырасте узнал о том, что мы далеко здесь находимся. То есть на этом месте была, и на месте рождение преподобного Нил, и вот в том числе, это была раньше Новгородская Вола. Новгородская Вола находилась в Псковской Волге. В Псковской Волге был Иоанно-Богословский усаминский монастырь. Основал его Сало Крепецкий. И вот это была известная пустынь. Как раз в 1495 году Сало отошел в иной мир. Преподобный Нил родился, по некоторым данным, в 1484 году, по некоторым в 1485 году. Очень рано он остался без родителей. Господь развязал ему руки и дал ему возможность посвятить свою жизнь. Как раз где-то к 20 годам это все произошло. И он направил свои стопы. Это получалось где-то 1505 год. Он отправил свои стопы именно в Крыльце, в этот монастырь. Он на Богословский. Знаю, что там еще до сих пор проживают ученики Савы Крепецкого. И там можно именно получить искус, очень серьезный духовный опыт. Именно там имеются наставники, которые могли бы научить Нилу. Нила как раз умно-сердечная молитва, которая просто необходима была ему для того, чтобы вести пустынический образ жизни, о котором он уже в то время мечтал. Всем нужна подготовка. И преподобный Нил отправляется в эту обитель, приходит туда и начинает подвязаться. За 10 лет он получил огромный духовный опыт. Принял постриг с именем Нила. Нил в переводе черный. В честь Нила Синайского, основателя монашеского подвижнее чисто. В Египте. Одних из новоначальников жизни монашеской в Египте. Нил Синайский. Очень почитаемый, святой. Преподобный Нил, когда уже почувствовал готовность и почувствовал, что есть воля Божия на то, чтобы уйти ему из монастыря, как раз в том времени Нил уже достиг особого искусства. И братья начали его выделять, несмотря на его молодость. Начали восхищаться им, проявлять ему особый интерес. Начали приходить к нему духовные чады. И все это способствовало, так сказать, такому искусству тщеславия. И преподобно не утяготился этому. Хотелось все-таки более другого. Уединения. Я уже говорил, что люди через делание умно-сердечной молитвы ходят в созерцание Бога. И испытывают особую радость, необыкновенную радость, которая несравнима. Об этой радости говорит апостол Павел, когда его душа была восхищена на Третье Небо. И он говорит, что ухо не видело, что не слышало и глаз не видел того, что я видел и то, что слышал и то, что чувствовал в том месте. И вот кто-то, наверное, из вас переживал эти минуты благодати, когда у нас на сердце особая радость такая, ни с чем не сравнимая. Часто люди это переживают. Кто-то после причастия, кто-то через исполнение воли Божией. Но такие минуты есть всегда. Душа приходит в состояние покоя. И в этот момент мы общаемся с Богом. И особая пасхальная радость на нашем сердце. И вот доходить из этого состояния всегда не хочется. Вспомним евангельский сюжет, когда святые апостолы Петр, Иоанн и Яков отправились с Господом на гору Фавор. И Господь, преобразившись, воссиял свет в нем. А что Христос говорит? Я есть Свет Миру. То есть вот этот Свет, Фаворский Свет, это особая благодать. Этот Свет видят как раз вот эти подвижники, находясь в этом состоянии созерцания. И вот через этот Свет они преображаются, освещаются. И этот Свет они несут в мир. Тянуло все-таки Мила в пусты. И вот Мил идет к Игумену и просит восстановения на уход в пусты. Свет, Фаворский Свет, Фаворский Свет. Бесы. Сатана сам явился преподобному Нилу. Начал говорить, уходи отсюда, я все равно не дам тебе здесь жития. Это мой район, это мое место обитания. Здесь мои силы собраны. Здесь творится моя воля. И вот преподобный Нил, несмотря ни на что, упорно в молитве продолжал бороться с этими духами, несмотря на все их искушения. И вот тогда дьявол видимым образом явился вместе со своими бесами вокруг кельи, которую молился преподобный Нил. Они пришли с канатами, обвязали келью канатами. И с помощью этих канатов хотели сбросить келью деревянную в реку, как раз в озеро, и утопить преподобного Нила. Преподобный Нил не боялся, естественно. Он знал, что Христос всегда рядом. И что он никогда не допустит никакого посравления преподобного Нила. Он спокойно молился. Мы знаем, когда мы живем в этом мире, когда мы надеемся сами на себя в этой жизни, когда мы не призовем в молитвах Господа, не скажем Господи благослови, или Господи вразуми, или Господи помоги, мы всегда оказываемся в очень тяжелом положении. И вот надевав массу ошибок, мы вспоминаем о Господе, и тогда говорим, Господи помоги, Господи благослови. И смотрим все эти тучи, которые над нами были, они быстренько-быстренько рассеиваются. Поэтому, что Господь, когда мы призываем его, он посылает своего ангела, и тот помогает успешно нам выполнить дело. Вот эти ангелы как раз разогнали всех этих бесов, и преподобный Нил, опять находясь на острове, продолжал свои молитвенные подвиги. Сатана не унимался. Он принимает решение воздействовать на преподобного Нила через людей, ближайших, наведя помыслами в их сердца злобу на преподобного Нила, якобы, что он там делает? На острове один, нелюдимый. Значит, это нехороший человек, как мы всегда говорим, как и хочет. Где-то он обчурается там, значит, это плохой человек. Надо его выгнать. И вот они под воздействием бесовского принимают решение прийти сюда на остров и спилить деревья, а не пилить все деревья, которые находились на острове. Предвкушение поджечь это все. И оставили только одно со слов, которое находилось непосредственно возле тела преподобного Нила. Преподобный Нил сначала хотел чисто по-человечески поговорить с этими людьми, подошел и изучил это дело, и просто как бы выяснить эти отношения по-брански, с любовью. Но понимаешь, что люди одержимы, в момент одержимости, как часто бывает в своей жизни, сталкиваются с людьми, которые одержали каким-то духом или дефектированием, или еще что-то. И пытаемся объяснить, в этот момент у них действует сатана и с ними какая-то бесполезность. Что нам остается? Только молиться за таких людей. Я подумал, что в этой ситуации он начал молиться, чтобы Господь каким-нибудь образом остановил это безобразие и вразумил людей. Тогда Господь совершает следующее чудо. В тот момент, когда люди со всех сторон побожгли вот эти деревья, разгорелся сильный костер, и огонь подходил со всех сторон кельи преподобного Нила. Преподобный Нил, я уже говорил, никого не наявил, весь молился Бог. И Господь одновременно, со всех сторон, без всякого дождя, без всякой пожарной команды, без всех, остановил огонь. И тогда люди, увидев такое чудо, вразумелись, поняли, что перед ними великий угодник Божий. Они попросили упрощения, ушли. И с этого момента проникнулись в бой преподобному Нилу, начали приходить к ним за советами, за вразумениями. А Господь имеет истинного Бога. Он приехал, для чего его приводит сюда Господь в Россию? Для того, чтобы познать истинного Бога. Чтобы Он, встретившись с благочестивыми русскими людьми, познал Христа. А происходит, что он, наоборот, что он видит? Всех умер за запустил его на святую место. И он, видя это, наоборот, так занялся. Ему русский снад будет особый спрос. Потому что Господь нас взял и дал нам Богоизбранность, а мы это забывали. Мы только на языках православных, а на деле совершенно прямые. Поэтому в жизни надо проповедовать Христа делом. И всегда, какой бы злой человек ни был, все-таки надо встречать его с любовью. И дарить эту любовь. И он почувствовал это тепло, которого очень мало на земле. Он будет стремиться. Пчелки, они же летят. Даже на самом там поле, засаянном всем любым навозом, будет несколько цветочков, которые будут нести, медоносить. Пчелки найдут. А запах, запах они найдут. И соберут этот нектарчик. И сделают из него мед. Так вот мы должны такими цветочками быть, чтобы эти пчелки, эти мусульмане, иудеи, сталкиваясь с нами, они вот собирали этот нектар и преобразовывались. И преобразовывали его мед. И становились такими же сладкими для Бога, как ему. А мы совершенно по-другому. Вот преподобный мед был таким. И сколько людей приходило к нему, сколько людей получило от него помощь. Он ведь принимал любых людей, без исключения. По-разному относился к разным людям. Я часто работаю на выставке. Знаете, чего поражаюсь больше всего? В настоящее время столько чудес до сих пор происходит по монетам преподобного Нила. Ведь вот это место, где вы находитесь, вот этот небольшой уголочек земли по периметру полтора километра всего лишь навсего, 10 гектаров площадью, и для сравнения у Кадырова замок, можете себе представить, 5 гектаров. 5 гектаров замок. Вот. У нас 10 гектаров всего лишь 10. Вот это место в России было самым посещаемым по количеству паломников в 20 веке, в начале 20 века. К преподобному Нилу ездили больше людей, чем к Сергию Радоничскому, чем к Печерску Лаву, чем к Водкину Пусту. Можете представить, как почитали преподобного Нила на русской земле? Это удивительно. В день обретения мощей преподобного Нила на этом острове собиралось 90 тысяч человек. Можете себе представить? 90 тысяч! Здесь был уникальный крестный ход, и за Сташково шло огромное количество, тянули две огромные баржи, шло огромное количество корабликов, всевозможных лодочек, пароходики, и что только не шло сюда. 90 тысяч людей сюда приходили на остров, чтобы поклониться преподобному Нилу. Потому что даже молитвы, если купите у преподобного Нила, вы прочитаете, к чему он помогает? От сных людей, от весов. Преподобный Нил, даже вот, кто захочет купить за 300 рублей на зеленую книжечку, есть на чудеса на время, вы прочитаете о таком чуде. В 2004 году в Канн-Раде на реанимацию попал молодой человек, который попал в автамотельную картестрону. Ничего не могла помочь. Одна женщина крезла словой маслица, посвященной на ночах преподобного Нила, и она попросилась у моего сестер, обратила ее внимание. И зашла, уже не надеясь ни на нее, пропустили медсестры, там все, ничего не надеясь, уже никто, ни на что. И вот она взяла, и помазывала этим маслом вот этого человека, который лежал в коме уже несколько дней. И что вы думаете, через некоторое время он встал, прям где он просил, и стал просить, я хочу есть. И сколько были в шоке все работники этой реанимации, всего. И вот я, поверьте, не то, что там, вот я, ну, мне приходится иногда в лавки там выезжать, вот летом я в выставке 4 работал там, в Москве, и вот сколько людей приходит мне рассказывать постоянно, то вот приходит человек, говорит, я хочу поделиться с вами. представьте, у меня вот знакомый, упала болганка на ноги, ему, ну, отбила половина ступни, одной другой, он ходить не мог, он не зажевал, ничего. Я ему дал масло, освещенное. Он помазал, у него почти все зарубцовалось, еще осталось освещено, он еще очень плохо не мог ходить. И я как раз поехал в поездку сюда, в Осташку, взял с собой преподобную милу, распрелываюсь. Он приехал, преподобную милу, приложился к помощям, идет постоянно без себя на себя ходить, и ходит, и не чувствует никакой боли. И, поверьте, я бы стал перечислять столько этих случаев, и в книгах, если вы знаете, случаев помощи преподобного Нила столько много. Это уникальный святой. И вот он, ему Господь, ведь преподобный Нил нес такой подвиг, который неизвестен на Руси. Ну, может, были какие-то скрытые подвижники, да, был Никита Столб, не в переославе советского, но преподобный Нил здесь, на острове, 27 лет, в которых последних он жил на острове, он ни разу не садился, не ложился. Вот тут находилось, мы находимся с вами раньше, храм здесь был, двух уровней. Потом кто-то захочет, подойдет, посмотрит, на острове есть. Вот. Здесь, нижний предел назывался Покрова Божьей Матери, а верхняя честь Иоанна Христителя. Вот здесь, с левой стороны, находилась, такая, была притяна печерка преподобного Нила, а вместо преподобного Нила была установлена резная иконочка из дерева преподобного Нила. Ведь преподобному Нилу была заслана только одному преподобному Нилу, вот эти резные иконки, которые вы видите из дерева. Синозом глас, но именно только Нилу и не делает. Вот такой подвиг, я настолько почитал в России. И вот здесь, например, с левой стороны, она, кто-то захочет, кстати, может зайти в Российский сейчас просто в музей идите посмотреть. Немножко остановили этот момент преподобный Нил, там, на крюках, как вот его подвиг идет, как он без него несет свой подвиг. Это, конечно, уникальный. Вот представь, как он уже 27 лет, мне кажется, это садится. Это настолько впечатляет. А таким был преподобный Нилу. И сам по себе преподобный Нилу уникален еще тем, что если мы посмотрим всех наших подвижников, то они, как правило, все уходили в пустыне, во хлебе в них собирались в брак и создавались общие мосты. Вот, в отличие у них преподобный Нилу жил всю свою жужую гитру. Представьте, как это тяжелое поклонение. А мне кажется, что мы с ним не можем разобраться. А к нему просто периодически приезжал его духовник Игумен Сергий с Непаваровского монастыря. Вот он вот здесь причащал и исповедал. А такой был преподобный Нилу. Ему заранее было открыто, когда ему уходить в этот момент, в который он стремился в протяжении всей жизни. Он заранее подкрутил себя в могилу, сделал себя вреды, и часто приходил туда вспоминал о тех только немного честных грехах, которые он совершил. и он думал, как же ему предстоит после смерти, как и нам нужно всегда выполнить дом, что всем после смерти будет и так называемый отаст, особый путь. Очень важно быть готовым, подойти готовым в этот момент к этим прохождению этих проблем. И заслужить у Бога именно того, что заслуживают всеугодники Божьи. Господь открывает им смерть, и они заранее начинают причащаться, на себя не надеяться, надеяться только на Христа. Они понимают, что там в причастии, там в чашу мы найдем все. Он нам поможет. Почему так важно причащаться в чашу? Почему? Потому что там находится тело Христа. И Христос, когда мы откроем свою душу, Он ходит на нас, а что говорит Господь? Без Меня не можете творить ничего в этом мире. И вот Господь, когда мы причащаемся постоянно, делает свое дело. Он постоянно чистит нашу душу. Ведь все в этом мире, для чего мы принимаем крещение? Для того, чтобы войти в церковь, чтобы иметь возможность причащаться. Для чего мы каемся? Для чего мы очищаем свою душу? Для встречи со Христом. Об этом нужно помнить, что Христос, входя в наши души, Он их очищает. И Он через свет свой, творит в нас новую тварь. Ту, которая ему нужна для того мира. Он преображает нас. Почему так важно причащаться? Преподобное Мило было открыто. День смерти его. И он, естественно, заранее знал об этом. И его духовник Сергий, Иегумен Сергий, явился ему 19-го числа, в день памяти святителя Николая, по новому стилю. И причастил его, поисповедовал. Преподобный Мило ему сказал, что в этот, он ему объяснил, что на этом месте будет иноческая обитель, и будет построен храм во имя Богоявления. И вот, это было то, последнее слово преподобного Мила, сказанное Иегумену Сергию. Иегумен Сергий отправился в монастырь. На следующий день он явился с братьями. И нашли преподобного Мила, его бездыханное тело, которое висело на этих тревках. И из этого тела, от лица преподобного Мила исходил необыкновенный свет радости. Видно было, что человек, наконец-таки, нашел то, что он искал всю свою жизнь. Он обрел, наконец-таки, истину Христа. Он, наконец-таки, пошел к тому, кого он любил больше всего в этом мире. Иегумен. Вот преподобный Мила. Значит, это первая часть, только что остается преподобным. Теперь по времени. Сколько времени у нас остается? Игумен. 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 Игумен, как мы начинаем с этим, особенно, с этим, Игумен. Игумен. Когда он приходит на праздник, когда он говорит, как он не смог, он завял, завязчивый цветевень. Он такой удивился, который стал у нас здесь, сколько людей. Ответство. Соцветы. Нашел, обводит их. Игумен. Но перед этим, наставив их, соответствующим голосом, и спрашивает, почему так не оборачивался Жахид, вот таким человеком, несколько минут назад с этими шарикетами они бы улетелись только, что срезали цветы. Вот с этого момента, почитанную икону Божию, назад споручились наши обители. И восстанавливался только голоса, которые восстанавливались и восстанавливались по моменту, который делал икону. И вот, восстанавливался и слышал молитву Своей Матери, и молитву, и радости кого-то из селей и помощь каких-то у нас может быть поверили. Любой благодарности станет за чемпионатом и благодарность за большим чудом. И вот, во вторая иконочка этой комочкой Брежемка, она находилась в храме, где она есть. И вот, она была темной, противника от времени. И вот, батюшка все ждал, ждал, что она может проявиться, но ничего не получилось. И вот, в таких случаях же опять он может быть сказал побольше, видеть, сожнить побольше на Своем 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 Своем. Потому, что поставил некоторое время другое. Николай Своем 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 Своем. И вот, вы видите, Свет Христа, о чем проявился Христа, то, что фото появились глава Божия и и права Божия и Сирия. Потом уже в верхней части решили отдать этого художника, чтобы восстановился в нижнем ичинстве. Близый художник был создаваться приступить в восстановление в бруссерии апостол, Мглобавы и такая ипаночка не подойти посмотреть. В правом пределе я часто спросил sequoj мати украшу здесь с правой стороны в общем, о губителе нашей рассказывать можно долго потому что за 400 лет своего существования здесь был создан такой уникальный городок здесь был уникальный ландшафт вокруг здесь были такие парки здесь все было в иконах даже тот храм крестовоздвиженский, когда посетил там была особая лепнина во-первых, здесь было очень много зодчик приезжало как-то за границей монастырь был очень богатый даже при Катерине он не закрывался сюда много желающих было поступить в обитель, даже один известный братарей просился сюда звонарем чтобы его взяли когда он собирался уходить на покой очень трудно было, конечно, попасть в эту обитель здесь особая социальная работа здесь было уникальное день на изантийский распев знамени распев здесь, значит, были сначала рака первая была создана серебром из зола преподобного Минила после трех пяти пяти мальчей вот и эта рака потом была переплавлена на престол вот это серебро три пудо серебра пошел на престол оттуда находился потом в царские врата десять пудов серебра были сделаны Все иконы были в серебряных окладах с золотом покрытым, а была необыкновенная роспись, была необыкновенная лептина в том, как даже царь Александр Первый, когда прибыл, он просто был в шоке. Когда побыл здесь, помолился, он понял, что он вышел, говорит, я таких кровавых очень редко встречался. Это же было не капать, здесь было 9 кровавых, здесь были аллеи. Знаете, когда видишь, в действительности, рисунок таким вот образом. Какая была устроена танца, как была устроена автоцепия. Мы только хочется, потому что недавно раскопали источник преподобных дневных. Вообще, вода и среди дерева уникальна. Вообще, здесь место дневная стопа. Вот помните, пожалуйста, что называется дневная стопа? Здесь находится, здесь берут начало, вот на поле. Как говорят, здесь день не будет холодной, здесь вода будет всегда. Там, представьте, берет начало, Волга, Днепр на юг, Волга на Восток, Улович на запад. Где на север, западная дневная. Конечно, уникальный. Это был просветительский центр. Здесь была такая уникальная библиотека. Просто ты вспоминаешь, сердце крови ее убивает, за что мы потеряли. Так что, на этом... Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok